Всем привет! Меня зовут Владимир Калаев. Сейчас мы находимся в прекрасном городе Прага. Здесь чудесная погода. Сегодня днём было солнечно и плюс 25. И сегодня мы встретились с Тимуром Тажетдиновым. Привет, Тимур! Привет! Привет! Тимур занимается продвижением в YouTube. Его проект YouTube1.ru И сейчас у нас есть уникальная возможность узнать все секреты продвижения в YouTube для того, чтобы уже завтра быть первыми. Все не раскроют. Ну ничего, все раскроют на тренинге. Придём на тренинг. Хорошо, Тимур, расскажи, как ты... Почему YouTube? Почему тебе стало это интересно? Как ты начинал? Ну, получилось всё достаточно случайно. Начинал с того, что случайно один раз загрузил видео с телефона. Это был бой Фёдора Емельяненко и Хендерсона. И я случайно, я где-то слышал, что нужно прописать теги и описание. Я просто написал описание и теги. И тут неожиданно это видео выходит в топ от Google, в топ от YouTube. И начинает вот так набирать обороты. Смотрю, там, ложусь спать, там, 7 тысяч, 10 тысяч. Там, до нескольких дней, там, 20 тысяч просмотров. И все лайкают. И в Google, там, по запросу Фёдора Хендерсона. И я такой, блин, вот это, вот это сила, вот это трафик, вот это мощь. Сразу же YouTube мне говорит, ваши видео можно монетизировать, поставьте рекламу. Я так почитал, на ивенты нельзя публичные ставить, не стал рисковать. Вот. Но мне настолько понравилось, что я подумал, а у меня как раз уже тогда начинался инфобизнес. Я подумал, ну, здорово, если бы я вот так же смогу повторить этот результат. Я стал пытаться, там, загружать свои видео по инфобизнесу. И ни одно из них вообще никуда не выходило. Даже на первую страницу. И я так через некоторое время разочаровался. Подумал, что все это случайно, что вот одно взлетело, другое нет. Как многие говорят, там, ну, я пробовал, не работает. А потом мы как раз с Николаем Рачковским поехали на инфосаммит. И там было очень много спикеров. И один из спикеров, даже не помню, как его сейчас зовут, он вообще не в теме Ютуба. Вот он как-то так зажигательно об этом рассказал. Я понял, что, блин, вот надо, надо точно. Потом еще один спикер. И вот там они какие-то стали вещи интересные рассказывать, что можно собрать всех подписчиков ваших конкурентов на Ютубе и отправить им свои сообщения с помощью специальных программ. Отправить им какое-то свое видео. И я такой, я не знаю этого всего. И они стали рассказывать, как стать топом на Ютуб. Тогда я впервые купил курс. И вот потом я стал изучать. Два месяца я раскачивался перед тем, как что-то реально сделать. Но потом реально вот раскачался. Да, я знаю, что вот буквально неделю, либо две недели назад ты зафиналил программу Андрея Парабеллума «Коучинг на миллион». Я думаю, тебя действительно можно поздравить. Спасибо. Хорошо так раскачался. Перекачался. Перекачался даже. Можешь рассказать вот свои эмоции, свои чувства? Это же, ну, для наших читателей, я думаю, это действительно показатель, это достижение. Да-да, эмоции. Ну, как сказать? На самом деле я хочу сказать, что это все возможно, но вы должны понимать. Вот я знаю сейчас вот, кто учится у Андрея. Есть люди, которые приходят просто, они думают, что я вот сам заплачу, сейчас запоучен, и все будет, все само оно случилось. Все само произойдет. Вот нас зафинально несколько человек уже, мы все работали очень много. То есть мы не спали ночами, мы действительно много-много трудились, переписывали продающие письма, проводили семинары. Вот я помню, у меня вот каждую неделю какой-то запуск. Постоянно вот повторяем, повторяем, повторяем. Ну, честно говоря, это было ожидаемо, причем я долго очень, долго очень раскачивался на эту тему, то есть долго очень запрягал, но потом, когда разогнался, уже пошло. То есть вообще заработок был, на самом деле, дней за 20 основных, а до этого я все раскачивал. Все, работал, 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 кропотливая работа. Все, готовился, чтобы выстрелить. Хорошо, вот тебе вопрос как к эксперту, насколько продвижение в Ютубе может быть полезно для небольших компаний, например, для туристической фирмы, для интернет-магазина бытовой техники. Как-то можно использовать Ютуб для этого? Сейчас вспоминаю, своих клиентов, так, туристической фирмы есть, интернет-магазины есть, сальсоклубы есть. Я считаю, что Ютуб может быть полезен всем, кому нужны новые клиенты. Сейчас все абсолютно смотрят Ютуб видео. Я делал такой тест на моих семинарах, там, 200 человек, вы в прямом эфире. Я говорю, так, а кто из вас смотрел видео на Ютуб за последнюю неделю? Все, там, 99% ставят плюсы. Я говорю, хорошо, а кто из вас сами загружал видео на Ютуб до последнюю неделю, ну, так, 7-10%. Я говорю, вы понимаете, что вы теряете? Все смотрят, а вы в это время чем-то другим занимаетесь. Люди там сидят. И это не малолетние подростки, как вы думаете, это там статистика, 18-45 в основном возраст, кто сидит на Ютубе. Конечно, всем, кому нужны клиенты, стоит на Ютуб продвигаться. Хорошо, да. Будем знать, будем использовать. И, наверное, завершающий вопрос. Я знаю, вот ты занимаешься спортом, единоборствами, ты там обучаешься Андрея, путешествуешь через Чикаго, в Москву, в Прагу. Вот как у тебя, какой секрет, что ты вот так много успеваешь? Что вот нужно сделать? Один какой-то совет, чтобы успевать столько же, сколько ты или еще больше? Не верьте, я ничего не успеваю, когда на тебя все вот это давит, когда взваливаешь на себя много-много. Кстати, от Николая Врачковского как-то услышал, что если хотите успеть 20 дел, взвалите на себя 40, и тогда вы 20 точно успеете. Вот когда взвалил на себя много дел, тут и коучинг, и работы, вот надо и бизнесом заниматься, и спортом, то нет времени на самом деле, чтобы куда-то там сериалы, на друзей тратить. Ну, на друзей, конечно, трачу, но реже получается. То есть, все со смыслом каким-то становится уже больше. И, ну, самый такой главный совет, наверное, это делать то, что действительно нравится. Я нашел спорт, который мне нравится, я нашел тему инфобизнеса, которая мне безумно нравится. Поэтому я это все делаю, и поэтому это придает мне энергии. Когда ты получаешь энергии от того, что ты делаешь, это двигает тебя вперед, и ты готов там сидеть до 4 утра, потом спать всего 4 часа, а потом опять что-то делать, и вот это, наверное, главное. Если вы занимаетесь нелюбимым делом, ходите в нелюбимый офис, не любите своего босса, и то, что вы делаете, вы далеко не пойдете. Я думаю, вы сами это понимаете. Да, то есть прямо сейчас все те, кто хоть раз задумался поменять свою работу, меняем работу, находим любимое дело, и начните жить полной жизнью. С вами был Владимир Калаев и Тимур Тожединов. Спасибо. Всего доброго. Пока. Всем счастливо.